Всем привет ребята, с вами я Владокс, а это новый топ 5 скинов для игры Brawl Stars. Обязательно все ставим лайки и мы начинаем! На пятое место я решил добавить такого персонажа как Кроу. А в общем на Кроу уже есть два вида цветов, так почему и добавить третий, который смогут купить все игроки. Именно поэтому я вам представляю меха Кроу красный. Единственное отличие от других персонажей такого же типа это его раскраска. У нас в игре уже есть синий Кроу, у нас уже в игре есть черный Кроу, но нету красного. Так почему бы и нет, разработчики могут спокойно взять и добавить еще пару цветов для данного персонажа. Причем после нового обновления все полюбили данный скин. Но у нас уже четвертое место нашего топа. Я в данный топ просто не мог добавить пару летних скинов для персонажей. И именно поэтому сейчас будет один из летних скинов. И этот новый скин будет на персонажа Поко. Я уже лично давненько не видел крутых скинов на данного персонажа. И такой скин хорошо бы разбавил игру. Сзади видно как его гитару заменили на доску для серфинга. С узором в виде струн. Также ему перерисовали полностью его одежду, добавили шляпу и добавили очень крутые цветочки на его шею. Ну а вы можете представить как вам такой скин и хотите ли вы чтобы его добавили в нашу с вами игру. Как я говорил ранее, надо было добавить хотя бы парочку летних скинов для данного топа. И именно поэтому у нас впереди еще один летний скин. Также на этого персонажа который сейчас будет нет еще ни одного нового скина от разработчиков. Но и этот скин под названием Отпуск Биби. Все любят арбузы и именно поэтому нам сделали такой вот крутой наряд, который очень смахивает на данный фрукт. Еще разработчик этого крутого концепта скина не забыл про солнечные очки. И именно поэтому он ей добавил крутые солнечные очки, которые у нее на голове. Не забыли и про ее биту. У нее на бите можно заметить подмигающий смайлик. И брелок в виде летнего мячика. Но если внимательно приглядеться к этому фан-арту, то можно заметить еще и другие летние скины. Я думаю, что я вам рассказал уже все об этом скине. И можно переходить уже к следующему нашему месту. На второе место я решил добавить очень красочный и очень крутой скин. Данным скином становится скин на пенни, который имеет название Уличная пенни. На данном фан-скине можно увидеть пушку, которую полностью переделали под красочный стиль. Также изменили и ее мортиру. Если мортира сможет после выстрела оставлять красочный след на полу, то это будет просто очень крутая фишка данного скина. Также не забыли и добавить лого игры. Оно находится на кепке у пенни. Также нельзя не отметить ее крутой худи и баллончик с краской, который находится у нее в руке. Я считаю, что данный скин имеет место быть в нашей игре. Ну а теперь мы переходим к топ-1 скину, по моему мнению, в Brawl Stars. Именно поэтому не забывайте ставить ваши лайки и оформлять подписочки на этот канал. Как многие знают, Суперсел любит заимствовать из одной игры персонажей или скины в другую игру. И именно на первое место я решил поставить такой скин. Не так давно в игру Клэш Реаль добавили электродракона, который перенесся туда из игры Клэш оф Клэнс. Но и пора перенести данный скин еще и в Brawl Stars. Данным скином является скин Электрокроу. Я поставил его на первое место прежде всего за очень крутую идею данного скина. И кроме этого разработчики реально могут добавить что-то подобное в игру. Ну и Клэш вместо Ядоса может бить всех электричеством. Что-то подобное уже сейчас есть на одном из новых скинов. Также его перекрасили в синий цвет и ему добавили драконьи крылья. Также не забыли и про одежду, которая очень напоминает одежду мага. А ну и на этом все. Я надеюсь вам понравился данный топ скинов. Я попытался найти скины, которые реже всего появлялись в роликах других ютуберов. И именно поэтому не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какой по вашему скин достоин реально добавления в нашу с вами игру. А на этом все. С вами был я, Владекс. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok